Давайте, Наника, будем начинать, я больше никого не вижу. Смотрите, значит, у нас там был какой-то перерыв, потому что я ездил туда-сюда, и я решил, что сюжет про Теремуходжи я Наника запихну в предзаписанные лекции, которые я выложу, потому что он такой, скорее, вставной, как бы, если вы его посмотрите, то хорошо, а если не посмотрите, но на самом деле главное, чего нам от теории Ходжи было нужно, это вы видели, это то, что каждый кальмологический класс имеет ровно одного гармонического представителя, и нам это было нужно, чтобы посчитать индекс. А сейчас я решил продолжать тогда дальше со спинорами или спиннерами, каждый говорит как хочет, потому что наш интерес – это оператор Дирака, или Дирака, опять-таки, это посложный. Хорошо. У нас сегодня будет, скорее, такая алгебраическая часть по этому поводу, но давайте мы будем начинать. Что есть хочется сказать? Давайте мы посмотрим на В, которое у нас, значит, это вещественное векторное пространство. Конечномерное что-то, и пусть там есть какая-то билинейная форма, ну, или там, или квадратичная форма, как хотите. Значит, квадратичная форма. Она может быть вырожденной пока, как бы это не очень важно. Значит, мы, как всегда, когда хотим, смотрим на нее как на квадратичную, а когда хотим как на симметричную билинейную. И что мы хотим сделать? А мы хотим сделать следующее. Мы хотим, значит, посмотреть на такую, значит, алгебру, алгебру, которую мы будем обозначать, там, как бы там, С от В ку. Да, значит, она порождена, значит, В. То есть, значит, ее элементы – это такие суммы формальных произведений векторов, вот, значит, такие конечные произведения векторов с соотношениями. А соотношения эти они устроены так, что В умножить на В плюс В умножить на В – это минус 2КВВ. Вот, значит, там, для любых там В и В. Ну, давайте мы с вами так немного подумаем, как бы, а как это выглядит, да, значит, а выглядит это вот как, смотрите, ясно, как бы, что у вас, ясно, что у вас любой вектор – это сумма базисных векторов, если вы выберете какую-нибудь базис, да, значит, вот, а когда у вас есть эти самые штуки в базисе, то вот это вот соотношение, оно дает вам возможность их переставлять, эти базисные векторы, в произведении ценой смены знака и выкидыванием какого-то скаляра. Это значит, что вы на самом деле можете это превратить в сумму вот таких вот штук, там, типа, там, какой-нибудь там Е и один, там, умножить-умножить на Е, это самое, и житые какое-то. Но при этом давайте мы заметим, что из вот этого следует, в частности, что у нас, давайте мы отметим здесь, что у нас V квадрат – это минус, даже двойка там сократится, минус куб от V на V. То есть, если у вас есть квадрат, то вы можете его заменить на число. Поэтому у вас на самом деле вот вот в таких вот произведениях у вас не будет… То есть, смотрите, вы можете привести к такому виду, когда эти векторы у вас, значит, они поставлены по возрастанию номеров, и если бы там было бы два одинаковых бабайских вектора, вы бы могли их просто вычеркнуть и заменить на число. Из этого видно, что это на самом деле такая конечномерная алгебра. да, то есть, значит, вот, давайте я напишу тут какая-то, значит, сумма, значит, сумма каких-то там этих A и A1 и так далее, и житые, это какие-то коэффициенты, да, и, значит, еще там сумма. Сейчас мы это напишем как-то так, это вот сюда иди, да, значит, это вот сюда иди, и вы берете, значит, там суммы вот таких вот разных штук, поэтому, значит, ясно, что это какая-то, значит, конечномерная алгебра на самом деле. Мы увидим, что ее размерность, она на самом деле считается просто. Вот, значит, некоторая такая, значит, вот конечномерная алгебра ассоциативная, значит, не коммутативная, потому что, да, значит, вместо коммутативности у вас вот такая штука, значит, это, значит, это и есть алгебра, алгебра Клиффа, да, определение, да, значит, это алгебра, Вот этой вот пары из векторного пространства и квадратичной формы. Очень хорошо. Пересмотрите, как бы у нее есть некоторое такое свойство очень полезное. А это свойство следующее, такое вот утверждение. Пусть, значит, А – это какая-то, значит, амалгебра, значит, АС из В в А – это какое-то, значит, это у нас линейное отображение просто. Такое, что вот у нас верна вот такая, значит, штука. Ну, тогда что-то, да, значит, как вы догадываетесь, это дело немедленно продолжается, значит, до гоморфизма алгебры Клиффорда. Значит, тогда существует единственный, да, значит, гомоморфизм алгебры, которым мы называем там то, что там С, да, значит, из этой самой алгебры Клиффорда, значит, в… Так, значит, в эту самую алгебру А, значит, порожденный вот таким самым А отображением С. Значит, это нам будет потом полезно, то есть, значит, если у вас есть какое-то отображение векторного пространства алгебры с вот таким вот свойством, то-то, да, значит, мы это дело можем продолжать до гоморфизма алгебры Клиффа, да. Значит, дальше, как бы, можно спросить, а как ее построить конструктивно, да, как бы, то есть я говорю здесь, что мы чего-то там умножаем, там, ну, на самом деле из ее определения следует, что это сделать достаточно просто. Нужно взять просто, значит, есть такое, значит, утверждение достаточно, достаточно простое, то, что алгебра Клиффорда, это будет вот, что нужно взять просто, это, значит, у нас полная тендерная, значит, полная тендерная алгебра. Полная тендерная алгебра В, и профакторизовать ее, значит, по, значит, идеалу порожденному, ну, понятно, чем там, В на В, плюс В, плюс В на В, плюс, ну, почему плюс, потому что там было равно минус 2, да, плюс 2, самокод В, значит, у вас В и В, они бегают по всему В, вот, то есть, ну, как бы, реализовать ее, это не вопрос, да. Какое у нас дальше интересное такое наблюдение, да, ну, смотрите, ТВ у нас, значит, Z-гадуированное. Да, то есть, значит, когда у вас есть произведение из K-векторов, то у вас, значит, эта штука, у нее градуировка K, но, как бы, вот алгебра Клиффа, да, она Z-гадуировка не имеет, но зато обратите внимание на следующую штуку, что, как бы, что если я пользуюсь нашим соотношением и заменяю вот это на вот, вот это плюс, плюс вот, вот это, то у меня со степенью происходят разные неприятные вещи, потому что если здесь степень K, да, ну, как бы здесь степень, здесь степень, а одинаково, а здесь на 2 меньше, но это не меняет четности, поэтому, как бы, Z-гадуировки нет, а Z-2 есть, то есть вы можете рассуждать про четность и нечетность, поэтому, значит, у вас, значит, C от алгебра Клиффа, да, ТВ-ку, она будет у нас Z-2 градуированная. А, вот, как бы, поэтому, значит, вы ее на самом деле можете взять и написать, ну, смотрите, давайте так, давайте мы будем писать просто, значит, C от V, значит, если Q подразумевается. Да, тогда смотрите-то, значит, у меня это самое C от V, оно у меня разлагается на четные элементы, да, значит, и нечетные элементы, и само верхнее пространство V, оно лежит у меня здесь, потому что, значит, у него градуировка будет один, это будут, значит, такие нечетные элементы, да. Вот, дальше, что нас интересует, это, значит, модули, это нам будет очень важно, значит, модули над алгеброй Клиффа, да. Ну, значит, что это такое, значит, нас будет интересовать такая штука, что у нас элементы алгебры Клиффа, значит, ну, значит, что это значит, 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 у нас E, это какое-то, значит, векторное пространство, оно может быть над R, но на самом деле может быть и над C, там особой разницы нет, вот, как бы, и, значит, там, значит, элементы алгебры Клиффа, да, значит, действуют на этом самом, на E, как линейные операторы. И при этом, значит, у вас выполнено вот это вот соотношение, да, то есть, если вы подействуете линейным оператором, который отвечает W, а потом, который отвечает W, а потом наоборот, а потом сложите, то у вас выйдет то же самое, что умножать на вот такой вот скаляр, вот, значит, отдельный случай, это когда E у вас тоже Z2 градуированный, значит, если, значит, E у нас Z2 градуированный, значит, то есть, это что значит, значит, что E у вас просто представляется как сумма прямая двух подпространств, подпространств, где мы векторы из первого, мы их называем там четности, там, ноль, а из второго четности один, да, значит, то тогда у вас, значит, действие должно быть такое, что оно у вас уважает четность, значит, то, значит, действие, значит, Z2 должно уважать четность. Это значит, что у вас те, которые, значит, четные, они у вас, значит, четные, они у вас ее обращают, значит, у вас, значит, те элементы, которые чисто отсюда и чисто отсюда, да, значит, они будут такими блочными матрицами, да, потому что они действуют в этой прямой сумме, но здесь, как бы, эти операторы, они будут вот такого вот вида, да, а здесь, значит, эти операторы, они, значит, будут вот такого вот вида, то есть, значит, вот такая вот штука. Что у нас дальше, значит, дальше надо заметить следующее. Минуту, прощай, что значит должно, то есть это неизбежно так будет, это требование. Нет, это такое требование, что если мы говорим, что мы рассматриваем там Z2-градуированный модуль, то мы тогда дополнительно хотим, чтобы еще было это. Да, окей. То есть, это часть определения, это требование, которое, значит, мы это дело накладываем, да. А теперь смотрите, как бы вот Q может быть какая-то очень плохая форма, да, значит, от нее требовалась только билинейность, да, как бы вот в том, что было здесь, это неважно. Но иногда, значит, хочется еще чего-то там, тогда нужны какие-то еще дополнительные требования. То есть, например, давайте мы посмотрим такую штуку. Пусть у нас Q не вырождена. Тогда она может быть у нас положительно определенной, может быть у нас какой-то там, как называется, индефинитной, но она невырождена, да. Тогда, значит, имеет смысл рассматривать соответствующую группу, да. Это, значит, группа линейных преобразований сохраняющих Q. То есть, значит, если Q у нас положительно определенная, это просто автокональная группа, а если это какая-то там невырожденная, но не положительно определенная, это будет, значит, какая-то такая там псевдо-автокональная группа, как бы там не ON, а OPQ, но ничего страшного. Да, смотрите, как бы, если у вас есть линейная группа, действующая на AV, она, конечно же, действует и на тензурной алгебре вот этой самой. А что замечательно у нас в действии вот этой самой O, которая сохраняет у нас Q, это то, что у нас будет сохраняться вот этот вот идеал, да, ну, потому что у нас, как бы, если мы, значит, на V, на W, мы подействуем элементами этой самой группы, то у нас, значит, Q у нас там сохранится. Поэтому, значит, у нас, значит, эта самая группа, значит, действует на TV, да, и, на самом деле, на C от VQ. То есть у вас есть, на самом деле, действия, действия октагональной группы соответствующей. А теперь, значит, смотрите, значит, там есть масса всяких разных, масса всяких разных таких структур, и тут надо будет кое-что напомнить, значит, и из алгебры, да, значит, я хочу, значит, такое алгебрическое отступление. Чего нам сегодня понадобится такого? Ну, во-первых, значит, нам понадобится такая штука, как антигомоморфизм алгебр. Это такая штука, это значит, что у вас она сумму, у вас переводит в сумму, а с произведением она переставляет их в порядок. Значит, вот есть вот у нас вот такая штука. Значит, это нам понадобится. Вот, значит, кто у нас еще, значит, есть? У нас еще есть такая штука, как, значит, что нам еще может понадобится, скорее всего понадобится еще вот такая штука. Значит, все мы знаем, что такое градуированная алгебра, я надеюсь, а еще такая штука, которую не все знают, это фильтрованная алгебра, да, значит, давайте я напомню, что, значит, градуированная алгебра. Когда у вас А, это прямая сумма каких-то там АИТых, и у нас верно то, что если вы умножаете элемент из АИТого на элементы из ААЖИТого, то он лежит в АИ плюс ЖИТом. И это прямая сумма. Есть такая, значит, фильтрованная алгебра. Значит, смотрите, там нет прямой суммы, да, там вместо этого, значит, там есть такое, значит, вот Б, а в нем, значит, есть такая штука, что Б1 лежит внутри Б2, лежит внутри Б3 и так далее. Б у нас, это объединение всех тех Б, и у нас верно то, что БИТ, если вы умножаете на БЖИТом, то это будет что-то такое, лежащее где-то здесь. Значит, важно то, что по фильтрованной алгебре можно построить градуированной, да, значит, как-то там обозначают, там, ГРБ, значит, ассоциированная, ассоциированная с Б, значит, градуированная алгебра. Значит, она устроена как? Ну, вы просто, просто берете здесь сумму, а здесь вы берете и суммируете такие штуки, вы каждый БИТ и факторизуете по БИИ минус первому, берете сумму. То есть, можете, можете убедиться, такое, значит, упражнение, значит, что, значит, ГРБ действительно, действительно градуированная. Первое упражнение, а второе упражнение, которое тоже полезно, на самом деле, может быть следующее, что, смотрите, как бы вот у нас есть, давайте там обозначим ДКЕФ, это, значит, у нас дифференциальные операторы, значит, порядка не больше, чем К, значит, из расслоения Е в расслоение F, да, ну, из сечения расслоения Е в сечение расслоения F. Мы здесь пишем меньше ховно К, ну, потому что, как бы, ясно, что вы, там, можете взять, там, оператор, вычесть из него, оператор, у которого старший член такой же, у него упадет степень, да, поэтому, если вы хотите, чтобы это было линейное пространство, нельзя требовать, чтобы это было порядка ровно К, меньше ровно К. Но тогда у вас вот все вот это самое Д, значит, из Е в Ф, все эти дифференциальные, а операторы, да, это на самом деле, значит, такая, значит, фильтрованная алгебра. А вопрос тогда, собственно говоря, что такое ассоциированное, градуированное? Ну, какой интересный вопрос. Ну вот, значит, это нам понадобится, значит, а еще я хочу из алгебры напомнить следующий случай, то есть следующую штуку, вот смотрите, пусть А у меня это какая-то ассоциированная, градуированная алгебра. Ну, она может быть, значит, над Z или Z2, это неважно, да, значит, как мы сейчас увидим. Тогда смотрите, вот если у вас есть ассоциативная алгебра, то вы можете тогда по ней построить алгебру Ли. Ну, вы берете просто, значит, там коммутатор, да, который говорит, что XY, это у вас там XY минус YX. Вот, а если она градуированная, то тогда, значит, здесь нужно поставить правильное число. Нужно написать, значит, степень X и степень Y. Тогда у вас будет, тогда, значит, у вас возникнет то, значит, то, что называется, значит, на А структура, значит, там, там градуированная алгебра Ли. А вы спросите меня, а чего это такое, значит, чем это отличается от обычной алгебри Ли? А это отличается тем, что у вас изменится в свойствах алгебри Ли два свойства, значит, у вас. Значит, давайте мне напишем, значит, в отличие от алгебри Ли, тут будет две штуки. Значит, первая штука у вас, на самом деле, значит, если вы переставляете элементы коммутатора, то у вас тогда будет вылезать вот такая штука, значит, значит, у вас коммутатор, он не просто симметрический, а такой со знаком, да. А во-вторых, у вас будет тоже то жество Якоби, значит, такое несколько странное. Оно настолько странное, что я даже его сейчас спешу, чтобы не запутаться в знаках. у меня его себе открыл в Википедии, прости господи. Ну, что-то, должна быть такая штука. То есть я запомню, это не в состоянии, а кто в состоянии, молодец. То есть, значит, вот если у вас есть редуированная алгебра, и вы возьмете там вот такой коммутатор, то у вас будут вот такие свойства. Это нам понадобится. Вот. Очень хорошо. Значит, чего мы теперь будем делать делать дальше, ну, значит, мы будем мучить нашу, нашу эту самую алгебру Клиффорда. Возьмем, например, пункт пункт 8. Значит, вот смотрите, значит, я тут рассказал про антигомоморфизм, давайте мы сделаем следующую штуку. Значит, давайте мы так зададим. Значит, анти... Ну, смотрите, гоморфизм в себя, это автоморфизм. А у нас, значит, будет такой антиавтоморфизм, то есть, значит, изоморфизм, в общем, это антигоморфизм, который в себя. Значит, зададим антиавтоморфизм, значит, тензорные алгебры в себя. Так. Мы сделаем звездочка, да. Значит, для В из В, значит, у нас В звездочка, это просто минус В, значит, а дальше значит, по антигомоморфности. Ну, то есть, например, если я хочу там посмотреть там В на W, да, и от него взять звездочку, то это значит будет W звездочка на В звездочка, потому что антигоморфизм, антигоморфизм, он у меня обменивает порядок, да, но это значит у меня будет минус W на там минус В, это будет у меня В на, то есть у меня будет, значит, W на В. Значит, чего здесь, значит, надо заметить, значит, заметим, что звездочка сохраняет идеал, порожденный вот этим самым В на W плюс В на В плюс 2 Q от В на W, ну, почему, потому что как бы, ну, как мы видим из вот этого вот вычисления у вас звездочки, эти два элемента просто обменяет это число, да, ну, тут нам надо чуть подработать напильником, давайте я потребую, чтобы у меня фиат единиц было единицей, я хочу, чтобы у меня единица алгебры переходила в единицу как-то, как это полагается, значит, вот, поэтому, значит, эта штука у меня сохраняется, а это значит, тогда что? А это значит, что у меня вот этот самый, этот вот антиавтомаршизм звездочка продолжается на алгебру Клиффорда. Господи, кто-то у нас там валился и снова просится, продолжается на алгебру Клиффорда. Вот такая у нас есть, значит, штуковина. Вот, что тут еще надо сказать, а дальше тогда давайте скажем следующее, как бы, что давайте теперь пусть у нас Ку вообще положительно определенное. По крайней мере, сейчас, да? А тогда смотрите, как бы, давайте мы дадим такое определение, значит, что Клиффордов модуль значит, Е над алгеброй Клиффорда, значит, он у нас самосопряженный, если, сейчас мне, чтобы в Е было скалярное произведение, да? это, нет, 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 сейчас, сейчас не будет, пусть Ку положительно определенное, значит, пусть в Е задано эфридовоскалярное произведение. Значит, Клиффордов модуль Е над самосопряженный, если, если вы на, вот такая штука, смотрите, если для любого А из алгебры Клиффорда верно следующее, смотрите, я беру, значит, это самое, а, сейчас мне как-то действие назвать, изоанно предускалярное произведение, значит, и действие С, значит, это самое алгебры Клиффорда, значит, у меня С от В, Ку, с помощью этого С отправляется, значит, у меня в эндоморфизм Е, да, смотрите, что у меня будет, значит, вот я беру А, я применяю к нему эту самую звездочку внутри, внутри алгебры Клиффорда, и получаю, с помощью С, оператор, действующий на Е, да, то есть, значит, у меня звездочка в алгебре Клиффорда, а вот это все у меня, значит, оператор на Е, так вот это у меня должно быть вот чего, у меня есть, значит, С от А, вот это, значит, у меня оператор на Е, а я беру его сопряженный, его сопряженный, значит, как оператора в Е, ну, потому что если есть склярное произведение, да, то, значит, у нас двойственные операторы, которые у нас в двойственных пространствах, они осуществляются с операторами в том же самом пространстве, да, значит, вот такая вот штука, давайте мы заметьте, упражнение здесь сделаем, давайте я упражнение буду писать каким-нибудь другим цветом, чтобы это было, наверное, сразу же видимо такое упражнение, значит, это свойство, это свойство равносильно тому, что, значит, для любого В из В оператор, значит, С от В будет кососимметрический относительно склярного произведения в Е. то есть для любых там икс, игрек из Е, значит, у нас там С от В применить к Икс и склярно в Е умножить, давайте, на игрек это то же самое, значит, что икс, нет, то есть то же самое, плюс, значит, икс, с от В значит, игрек в Е равно нулю, да, то есть, значит, вот, можно смотреть, ну вот, можно смотреть на, на вот это вот так вот, вот, давайте теперь такой пример, который тривиальный, значит, С от В, значит, сам по себе модуль над С от В, ну как, потому что, значит, у вас, значит, там С от А действует на какой-то элемент В просто как, значит, просто как умножение А на В, да, ясно, что, значит, это по В штука, штука, штука линейная, поэтому, значит, это действительно линейный А оператор, но, значит, это такой пример, пример скучный, вот, а можно ли выдумать какой-нибудь пример, который, более веселый, а вот более веселый, который будет для нас очень, очень даже важным, значит, это пример следующий, давайте, значит, еще один пример, который для нас будет важен для оператора Дирака, это следующий, значит, В это у нас, значит, векторное пространство, а мы рассматриваем тогда Е, который полная, значит, внешняя алгебра, правда, то есть, значит, у нас лямбда 0 В, который у нас в поле, давайте напишу R для вещественного случая, да, плюс, значит, лямбда 1 В, который у нас В, плюс, значит, там, лямбда 2 В, плюс и так далее, ну, значит, песня у нас там не очень долго поется, потому что, значит, на каком-то месте это дело у нас оборвется, да, вот, значит, очень хорошо, значит, как нам здесь чего-то такого сделать, как бы, значит, как нам, значит, как определить действие, как определить действие, значит, алгебры Клиффорда на этой штуке, но, смотрите, как бы, давайте мы здесь вспомним такие штуки, на самом деле, ими уже пользовались, значит, пусть у нас ε от В α, это просто В на α, да, значит, смотрите, как бы это я пишу для случая, когда В, В это просто вектор, пусть В, это просто вектор из В, да, пусть у нас, значит, ε от В, это просто, значит, левое, левое умножение на В, да, отлично, теперь смотрите, мне на них хочется, чтобы КУ мне было положительно определенным, ну, или хотя бы невырожденным сейчас, да, потому что, смотрите, как бы, значит, КУ, ой, сейчас нет, ручка, КУ, значит, определяет по В двойственный элемент, ну, не буду писать двойственный элемент, в упасе какая-то, проще надо быть, да, давайте мы просто скажем КВЕКТОР, значит, КВЕКТОР, значит, какой-то там КСИ, да, который на самом деле просто там, не знаю, КУ от В с чем-то, да, значит, вот он принадлежит у нас ВСА звездочкой, да, значит, это такой, такой КВЕКТОР, который применить к любому ВЕКТОРу, это просто скалярно умножить на ВСПОР с помощью КУ, значит, нам нужно, в общем-то, здесь, ну, в общем-то, чтобы определить КСИ, даже невырожденность, на самом деле, не нужна, да, тогда смотрите, пусть у меня тогда, значит, ЙОТОР от В, пусть, я знаю, по-моему, там, значит, пусть, пусть ЙОТОР от В, это, значит, у нас контракция с КСИ, значит, что, что это значит? Это значит, что ЙОТОР В применить к какому-то числу АЛЬФА, это у нас будет просто 0, да, значит, там ЙОТОР В применить к какому-нибудь вектору W, это будет просто, ну, это будет просто, значит, скалярное произведение W с W, да, а дальше по правилу Лейбница, по правилу Лейбница для дифференцирования степени минус 1, минус 1. Ну, например, да, как бы, скажем, там, И от В применить там к Х на У, что это такое будет? Ну, значит, будет ЙОТОР КОТОР на ИКС, да, значит, ИГРЕК, да, что, значит, у меня он степень минус 1, ИКС, степени, степени 1, поэтому, когда я буду, значит, проносить, у меня сменится знак, и тут у меня будет ЙОТОР от В, ИГРЕК, да, это, значит, будет у меня тогда, значит, КОТОР ИКС, сейчас плохо написал, КОТОР ИКС на ИГРЕК минус КОТОР ИГРЕК на ИКС, там, значит, ИТД, да, то, значит, мы по линейности и по правилу Либница это продолжите дальше, да, тогда вот, значит, как тогда определить Клиффордово действие, как бы, а мы определим его так, значит, определим действие, значит, действие, В, который у нас из В, который внутри алгебры Клиффорд, значит, на Е, который у нас, значит, внешняя алгебра, так, значит, мы это действие, мы договорились обозначать нам в букву, и как-то там С, да, то есть я должен, я должен объяснить, как мне, значит, мне самую ЦВ применять к какой-то там степени, пусть она будет Омега, а применять ее нужно так, значит, я здесь сперва, умножаю слева на В, а потом я отнимаю контракцию с В, вот, значит, да, что мы делаем дальше, мы хотим сказать дальше, что мы ее хотим продлить, а как ее продлить, а нужно вспомнить наше утверждение, которое у нас было, наше утверждение, которое у нас было, это утверждение, вот, вот это, да, значит, смотрите, если у нас есть отображение С, из вектного пространства в алгебру, да, и у нас есть вот такое вот свойство, то тогда, значит, есть, есть продолжение догмоморфизма алгебры, да, тогда у нас что, значит, у нас, значит, есть сейчас, значит, отображение, значит, у нас, значит, у нас, у нас есть, значит, С, которое у нас, это отображение из В куда? В эндоморфизмы Е. Вот. А нам надо тогда, чтобы было самое свойство. Ну, смотрите, тут самое время для упражнений. Упражнение это доказать вот такую штуку. Первое. О том, что оказывается, значит, для любого В у нас из В у нас, значит, почему здесь, если прошу красный, лучше белый, дальше, значит, первое, для любого В из В, оказывается, верна такая штука, что если сперва сделать контракцию, а потом левое унуждение, а с другой стороны сделать это в другом порядке, то это будет просто Q от В, W. Вот. Мы на самом деле чем-то таким уже пользовались, когда мы считали индекс, вот, поэтому, как бы, это не то, чтобы какая-то новинка сезона. Тут у нас просто какая-то форма Q, значит, не обязательно там положительно определенная, да, но на самом деле это будет верно. А из этого тогда следует вот, что значит, из, это тоже тогда будет у нас прекрасно. Все, мне кажется, все W надо заменить на В. Сейчас, у нас тут, у нас тут слишком много W, да, то есть слишком много W. Здесь нужно в каком-то месте вот здесь написать, по-видимому, тоже W. Вот, вот так вот мне хочется. А, ну или так, да. Вот, значит, а почему нам это нужно, значит, из вот этого самого из 1 вывести, вывести что? А вывести вот что, нам нужно же, чтобы оно продолжалось, вот это вот свойство, да, значит, что, где оно у нас, тут у нас было, то, что у нас, вот, то, что у нас C, оно удовлетворяет вот такому свойству внутри алгебры A. То есть у нас A это просто эндомархизм E, то есть линейный оператор E, то есть взяли вот этот линейный оператор, применили потом этот линейный оператор, а потом в обратном порядке сложили, это, оказывается, умножение на вот такую штуку. Тогда, значит, что-то, значит, следствие. Значит, вот это самое C из V в энд E продолжается значит, до гамморфизма алгебра значит, C из алгебры Клиффорда, да, этот самый эндомархизм E значит, то есть у нас E, которое, значит, на слям давай, значит, это у нас значит, модуль над алгеброй Клиффорда. Вот. Ну, а смотрите, как бы еще раз, как бы это, значит, тут такая структура модуля, она такая вот не то, чтобы совсем элементарная, но она в дальнейшем будет важна. Вот, сейчас такая у нас была циферка, у нас циферка 10, давайте напишем циферку 11. Дальше мы хотим сделать следующее. определение такое, значит, рассмотрим отображение отображение это следующее, значит, сигма, которая, значит, из алгебры Клиффорда в внешнюю алгебру, значит, называя, а называется, как иностранно, символ, значит, называемая символом, значит, определенная так, значит, определить вам нужно вот таким вот образом, что сигма от А, это у нас ц от А, примененная к единице, да, значит, где единица, она у нас живет, значит, в поле, которое у нас лямбда 0 в, а поэтому оно внутри лямбда в. Вот, сейчас как-то это сформулировано странно, да, рассмотрим отображение, не так определение, конечно, пишется, а определение отображение, называемое символом, определяется так, вот, значит, вот такая штука, ну, давайте, например, для чего-нибудь, ну, хорошо, давайте, давайте так оставим в качестве, в качестве упражнения такое незатейливое утверждение, вот, давайте мы докажем, что символ от единицы, это просто единица, значит, надо подумать, почему это так, потому что, если у нас на В, это, это определяется у нас вот так, то как же оно тогда, значит, у нас, у нас продолжается дальше, как бы вот это выкрутить, да, значит, ну, подсказка, что, ну, например, потому что можно взять такой вектор, у которого там Q от VV равен чему-то там, тогда, значит, V на V плюс V на V равно чему-то там, и как-то там единица как-то выскочит, в общем, чего-то там у нас вот такой, да, ладно, так, теперь, значит, что, значит, нужно сказать здесь, смотрите, значит, я тут вот писал так вот смело, что мы берем, значит, в этом самом алгебре вот такие вот штуковины, но на самом деле, конечно, внутри этой алгебры там классы эквивалентности, да, поэтому давайте мы будем пользоваться такой, такой нотацией, да, значит, что если, если у нас, значит, есть V, да, значит, пусть носку, она у нас положительно определенная, а давайте мы выберем каком-нибудь E1, E, N, это какой-то, значит, автономированный базис, надо смотреть тогда в TV у нас все эти штуки, они устроены как это какие-то, значит, такие вот, значит, вот произведения, от них там берутся какие-то суммы и что-то такое, вот, значит, а у нас алгебра Клиффорда, да, это у нас, значит, TV, профатриизованная по какому-то там идеалу, давайте, значит, мы будем считать, что, значит, вот CEIT, это, значит, представитель, значит, это, значит, класс, это просто класс EIT в C от VQ, то есть, как бы тут мы сейчас будем писать формулы, где удобнее, где удобнее пользоваться тем, ну, где удобно различать элементы V и TV и элементы, значит, нашей алгебры Клиффа, да, значит, вот смотрите, вот у нас есть этот самый символ, да, который, значит, у нас из элемента алгебры Клиффа делает элемент, значит, лямбда V, ну, значит, такое неожиданное, значит, утверждение, к нему есть обратное отображение, значит, 14, значит, давайте, значит, мы рассмотрим, значит, отображение Q, которое, значит, у нас, у нас, соответственно, будет наоборот отсюда, вот сюда, да, значит, остается оно так, что у меня просто Q там от E и 1 и так далее на E и K, это будет просто C и 1, там умножение в алгебре Клиффа на C и K, да, значит, такая штука, значит, определение Q, это называется отображение квантования, почему, да, ну, почему это объяснять мы здесь не будем, это связано с тем, как там на супермногообразиях там все рассматривается и какие-то монологии дифференциальных операторов и все такое прочее, мы просто скажем, что это отображение квантования и все, отображение квантования. Ну, смотрите, такое упражнение, значит, что Q, ой, господи, Q, значит, Q и C взаимно обратные, и поэтому как векторное пространство это важно. Значит, у нас алгебра Клиффорда на самом деле изоморфно полной внешней алгебре. А что тогда можно сказать про размерность? Что-то все так впали в грусть. Ну, какая размерность полной внешней алгебры? Два в степени N? Ну, два в степени размерность V. То есть, как бы, то есть, смотрите, в алгебре Клиффорда в ней другое умножение, чем в внешней алгебре, но размерность у них та же, это то же самое векное пространство, поэтому, значит, там, как это, там, вот люди, которые любят этот вот такой увлекательный физический или псевдофизический язык, они говорят, значит, там, что вот, значит, там на алгебре, что алгебра Клиффорда, это там, значит, внешняя алгебра с квантованным умножением, которое, значит, задано с помощью квадратичной формы, значит, и все такое прочее, значит, вот, ну, с боксом. Так, сейчас, значит, хорошо, значит, теперь, что тут надо сказать еще? Теперь смотрите, значит, давайте мы заметим, что на алгебре Клиффорда есть фильтрация. Вот, смотрите, как бы, вот внешняя алгебра, она годуированная, да, потому что, как бы, если вы складываете там формы, то есть, если вы умножаете форму степени там К на форму степени Н, то вы получите форму там в точности степени там КН, ну, Н здесь неразмерность. А в алгебре Клиффорда, значит, из-за того, что вот есть такое вот соотношение, у вас, значит, там не очень понятно, что такое степень, да, поэтому, значит, она как-то может куда-то там падать, вот, но вы, тем не менее, можете, можете считать, что, значит, она отфильтрована вот таким вот образом, да, значит, что у вас, значит, С от В К, значит, у вас объединение по И каких-то там С И, значит, там от В, где здесь у вас лежит то, что, значит, порождено каким-то там, значит, там вектор, там В, там 1 и так далее, вектор В И, да, значит, то есть, как бы это, это, там на самом деле могут лежать векторы, которые там, значит, там могут лежать из-за нашего соотношения штуки с меньшей степенью, и то, что важно, у вас может степень падать, да, но то, что важно, то, значит, если вы умножаете вот это, то у вас это будет лежать здесь, вы не можете улететь дальше, вы можете только, значит, упасть, вы можете упасть, значит, вот туда, значит, туда, значит, у нас 17, такое вот упражнение, а если это у нас, значит, алгебра с фильтрацией, а что же тогда у нас соответствующая градуированная алгебра, как вы думаете? Может быть, внешне? Ну, как бы, как-то, 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 кандидатов у нас не так много, да, вот, причем, смотрите, как бы, вот у вас, когда есть, вот мы с вами обсуждали, смотри, значит, вот как мы, значит, обсуждали, да, вот у вас градуированная алгебра, она устроена вот так вот, которая строится у вас, значит, по фильтрованной, поэтому, значит, у вас есть, есть отображение, значит, из фильтрованной алгебры в ее градуированную, да, то есть у вас, значит, там элементы, они отправляются в соответствующие представители в этих самых факторах, да, ну, так вот, значит, вот этот самый вот символ, это на самом деле, вот это самое отображение каноническое, которое там у вас будет, вот, то есть это, значит, такая первая часть упражнения, а вторая часть упражнения, не что символ, значит, из вот этого, вот сюда, значит, это просто, на самом деле, вот это самое каноническое, отображение фильтрованной аутлипы B, которая у нас в ее градуированную аутлипсию аутлипсию ГРБ. Вот. Поэтому эта штука у нас устроена вот так. Теперь смотрите, здесь есть некая полезная формула. Вот эти, значит, V у нас из V, а А у нас что-то такое из алгебры Клиффорда. Я не буду писать. Пусть она фиксированная будет. Вот. Тогда смотрите, как бы такое утверждение. Что здесь надо сделать? Смотрите, мы берем, значит, коммутатор V и А. Только это коммутатор такой вот с теми самыми знаками, которые я там писал, то, что называется суперкоммутатор. Я, значит, к этому применяю символ. Значит, у меня получается какой-то элемент внешней алгебры. То есть я этим коммутатором действую на наединицу. Но вот оказывается то же самое, что взять сигму от А, символ от А, сделать там контракцию с V и приписать минус двоечку. Ну, давайте посмотрим, как бы, значит, почему это так. Ну, пусть, значит, у нас А лежит у нас в лямбда ноль. Ну, сейчас не хочу писать лямбда ноль. Пусть он лежит, значит, внутри R, который у нас есть внутри алгебры Клиффорда. Ну, тогда что у нас тогда будет? Значит, у нас тогда коммутатор, ну, даже можно сказать так, достаточно для единицы сделать. V коммутатор с единицей. Что-то такое будет. Значит, у нас V у нас степень 1, единица степень 0, поэтому здесь у нас это будет V на единицу минус минус единица на V, это будет сигма от нуля, это значит, ноль применяется к единице, это будет 0. А если посчитать другую сторону, что у нас будет минус 2 контракция от V сигма от единицы, ну, что такое минус 2 контракция с V единицы, которая действует на единицу, это минус 2 контракция с V от единицы, но от числа контракции даст вам 0. Ну, что мы, значит, видим, что вот это равно этому. Ну, это, кажется, скучно. Давайте посмотрим, а что будет, значит, если у нас A A равно 1, а тут пусть A это какой-то, значит, там вектор тоже, да. Тоже болтается внутри алгебры Клиффера, да. Ну, хорошо, что же у нас будет, да. Ну, тогда, значит, сигма от коммутатора V с W. Отлично. Смотрите, теперь нужно правильно смотреть на эти самые знаки. Что у нас будет? У нас будет V на W минус минус единица в какой степени? Степень V это единица, степень W это тоже единица, значит, W на V. Ну, что-то такое будет. Это будет сигма от чего? Значит, от V на W минус на минус будет плюс, плюс W на V. Отлично, да, значит, а что это нам даст? Ну, значит, мы просто, значит, этой штуковиной подействуем на единицу, и давайте мы ее оставим пока в таком же виде, потому что мы посчитаем, что у нас будет с другой стороны. В основном у нас будет минус два йота V применить к господи, к сигме. К сигме от V, а к сигме от W это минус два йота от V применить к чему? Что такое символ? Да, значит, мы этой W действуем на единицу, но это будет просто, значит, вот такая штука, значит, а что у нас такое эта контракция? Это минус два Q от V W, а теперь что мы сделали? Вспомнили наше соотношение, которое у нас в алгебре Клиффорда есть, и у нас вот это, и вот это, оно в точности равно. Вот, то есть, смотрите, как бы это тождество, оно равно именно потому, что у нас есть соотношение в алгебре Клиффорда, значит, давайте мы сделаем такое упражнение, значит, доказать для произвольного А из алгебры Клиффорда, значит, мой такой совет коварный, это пользоваться тем, что для чисел и для векторов это уже доказано, это я сделал, да, а дальше как-то вот, как-то вот, как-то вот исхитриться, как-то вот исхитриться это, значит, сделать, чтобы, чтобы у нас это получалось. Хорошо, мы поехали тогда дальше, да, если это тождество у нас есть. Хорошо, значит, смотрите, давайте мы скажем теперь такую штуку, вот смотрите, давайте мы скажем, что у нас есть С1 от В, это у нас просто В, а С2 от В это то, что нам квантование дает от второй этой самой штуки. Вот, значит, давайте мы заметим, что такое, значит, тоже упражнение, что у нас, значит, С2 от В, это, значит, подалгебра ли в алгебре Клиффорда, то есть, если вы будете брать произведение вот таких вот штук относительно вот этого вот коммутатора со знаком, то вы опять окажетесь в этом самом в С2 в С2 от В, да, значит, вот, ну, подалгебра, да, как бы, алгебры у нас не так много, на самом деле, вот, как же она устроена, ну, значит, давайте такое интересное утверждение, оказывает, что вот это самое С2 от В изоморфно талгебри Ли СО от В, то есть, это просто кососимметрические матрицы, да, значит, а изоморфизм, тал из этого самого С2 В СО от В устроен так, значит, мне нужно сделать чего, да, вот, значит, вот у меня есть, значит, А, который у меня из С2 от В, я беру от него тал от А, да, вот, вот это, значит, у меня это, что такое, это у меня будет линейный А оператор, который мне нужно, значит, определить действующий на В, я хочу сказать, что это, значит, линейный оператор на В. Как я его определяю? Определю я его просто как коммутатор с этим самым знаком. Смотрите, линейно ли эта штука ПВ? Очевидно, что линейно. Надо убедиться в том, что этот оператор действительно у нас кососимметрический. Еще надо проверить, что он корректно определен. Давайте начнем это делать. Первая штука. Докажем, что это линейное отображение. Значит, ВВТВ. Почему? Потому что у нас В, это у нас элемент В. А вот этот коммутатор априори, это какая-то штука, которая у нас лежит в алгебеклифах. И на самом деле, так как у нас А, она берется у нас отсюда. Но это как бы какие-то такие тройные произведения. Ну, давайте посчитаем. Очень хорошо. Давайте мы заметим, что у нас... Вот, значит, лямбда 2В у нас порождено... Ну, какими штуками? Ну, вот такими штуками. Да, у нас там все, что только есть, это суммы. Вот таких штук. Значит, Q от вот этого дела, если мы вспомним, как мы определили Q, это просто Клиффордовое произведение В на W. То есть это значит, что у нас вот это самое C2В внутри алгебры Клиффорда, оно состоит у нас из сумм таких вот произведений по два вектора. Смотрите, вот эта tau, она у меня линейна не только по В, но еще и по А. Это значит, что мне вот это свойство того, что область у меня будет лежать В, мне достаточно проверить только для А, который имеет вот такой вот вид. Ну, давайте посмотрим. Вот я беру tau от вот этого самого В на W и применяю его к какому-нибудь там Z из В. Да, значит, ну, что у меня будет? Значит, мне нужно написать этот коммутатор, да, значит, В, W на Z. Как этот коммутатор будет у меня устроен, да, значит, В, W имеет степень 2, степень четную, да, поэтому, значит, у меня там будет стоять честный знак минус. Значит, у меня будет В, W, Z минус Z, W. А дальше, смотрите-ка бы, я хочу обменять местами вот этот вот Z с W, а здесь Z с В. Значит, чтобы у меня Z оказался в центре с помощью нашего соотношения в алгебре Клиффа. Что у меня тогда будет? Значит, здесь, если я обмениваю, у меня будет минус Z, W, да, а еще, значит, что у меня будет? У меня будет стоять минус 2Q от V, Z. Значит, минус, минус, а здесь я обмениваю Z и W, у меня будет минус V, Z, минус 2Q от V, Z. Нет, Q у меня это симметрическая форма, там мне порядок не очень важен, да, ну, что, давайте раскроем скобки. У меня будет минус V, Z, W, да, минус 2Q от W, Z умножить на V, плюс V, Z, W, да, значит, плюс 2Q от Z умножить на W. Вот, смотри, значит, эти штуки у меня вылетят, и эта штука у меня лежит внутри V. Значит, то есть, значит, у меня tau, вот это самое, значит, tau от что-то там, значит, tau от A, значит, V лежит у меня внутри V. Значит, и tau от A, линейный оператор на V. О, отлично. Значит, чего надо сделать дальше, да, как бы, вот я хотел сказать, что это, значит, у меня будет не просто линейный оператор, а еще и кососимметрический, да, а кососимметрический, значит, он должен быть относительно Q, потому что это наша, значит, фиксированная форма. Значит, ну что ж, значит, вот у нас, значит, был первый шаг, значит, мы доказали, что действительно отображение из V в V. Ну, давайте тогда, значит, второй шаг. Значит, что у нас тогда здесь будет, да, значит, надо доказать, что, значит, tau от A, это у нас кососимметрический относительно Q оператор. То есть, значит, для любых там V, W из V. Нам хочется доказать чего? То, что Q, значит, от tau A умножить на W, плюс Q, ой, господи, я попустил V. Значит, tau A применить к V на W. В плюс, значит, Q от V на tau A от W равно 0. Да, вот, вот у меня кососимметричность этого самого оператора tau A от A. Вот, но давайте мы это посчитаем тогда, значит, что у меня тогда будет. Значит, у меня, значит, тогда будет Q от коммутатора, значит, A и V, потому что это у меня определение tau на W. Плюс, а здесь, значит, будет Q от V на коммутатор A, W. В равно, значит, имеем, да, значит, там мы написали, что мы хотим, а что мы имеем, да. Но что нужно делать с Q от вектора с вектором? Нужно воспользоваться нашим соотношением, да, значит, и переписать это. Значит, наше соотношение как было устроено, да, смотрите, у нас вот это счастье, это минус 2Q, поэтому Q это минус 1 вторая на такую, значит, на антикоммутатор. Ну, давайте напишем, что у нас будет. Значит, у меня будет минус 1 вторая, я ее вынесу сразу, да. А тут, значит, мне нужен этот самый антикоммутатор. Значит, будет у меня, значит, A, V, W плюс W, A, V. Это первая, да, а вторая будет у меня, значит, V, A, W плюс A, W, V. О, вот такая вот штука. Ну, давайте мы ее как-нибудь сейчас перепишем, да. Ну, смотрите, как бы мы не будем мудрствовать, я это просто соберу обратно сейчас в коммутатор, пользуясь тем, что он должен быть со знаком. Я вот это вот, я соберу, вот это, почему? Потому что, смотрите, как бы у меня здесь... Сейчас, сейчас, правду ли я говорю. А у меня в степени 2, V у меня в степени 1, поэтому это штука степени 3, W степени 1, степень 3, степень 1, значит, у меня будет минус 1, поэтому у меня знак будет плюс. Поэтому верно, да, значит, а здесь точно так же у меня, значит, будет плюс V на W. Вот, значит, а что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я хочу здесь применить торжество якоби, естественно. Значит, для градуированной алгебры ли. Вот, смотрите, как бы, если вы вспомните, вот я там выписал выше, да, у нас в том самом торжестве якоби для градуированной алгебры ли у нас было, у нас были там произведения степени элементов, да, и у нас там у этого A степень будет 2, поэтому, значит, там все будет хорошо. Значит, давайте я напишу ответ, если вы хотите, то проверьте. Там должна получиться вот такая штука, там нужно аккуратно посмотреть за этими самыми знаками, да. Вот, значит, а что это будет тогда дальше? Ну, это же... Вот эта же самая штука, это минус 2 на их Q. Поэтому, значит, это будет минус Q от VW умножить на A. Но вот это дело, оно степени 0, а вот это степени 2, поэтому в этом самом суперкоммутатке, значит, там у вас знак будет минус. Поэтому у вас будет минус, это же число просто, да, минус это число умножить на A, плюс, ну число, тем самым оно просто коммутирует и будет у вас 0. Вот, значит, это действительно у нас будет косметическая штука. Но это еще не все, потому что, в общем, где мы находимся? Мы доказали, что, значит, Тау у нас, это действительно отображение отсюда в S, O на V, да. То есть мы сперва доказали, что Тау от A это действительно линейный оператор на V. Дальше мы только что доказали, что это косметрический оператор, поэтому он живет здесь. Мы тут еще обещаем больше. Значит, мы обещаем, что это будет изоморфизм. Ну, давайте мы здесь сделаем так. Я схитрю. Мы схитрим, мы вмонтируем сюда упражнение. Упражнение. Тау инъективно. То есть, значит, если у нас Тау от A равно 0, да, значит, то тогда это что-то значит. Это значит, что, значит, для любого V Тау от A, V, который у нас, значит, A на V равно 0, то тогда, значит, у нас упражнение, вот упражнение в том доказает, что, значит, это равносильно тому, что A равно 0. Ну, посмотреть, как бы, а вот если для любого V, значит, вот такая штука есть, а кто такая эта штука? Это у нас там A, V минус V, да, значит, то есть, значит, у нас... Что же это значит, да? А дальше надо заметить просто следующее, что у нас размерность этого С2 от V равна размерности вот этого самого СО от V. Это у нас N на N минус 1 на 2. А так как у нас это дело не активно, да, ну, тогда, значит, следовательно, Тау – это изоморфизм. Вот. Ну, вот, смотрите, значит, оказывается вот такая интересная штука, что, значит, внутри алгебры Клиффорда, значит, есть такая некоторая подалгебра Ли. Здесь мы алгебру Клиффорда смотрим с коммутатором, как такую гадуированную алгебру Ли, то внутри есть алгебра Ли. Давайте мы заметим, что здесь элементы, они чётные, да, поэтому, значит, там у них коммутатор – это самый обычный коммутатор, который, значит, изоморфен у нас СО от V. Как это было неспроста. Значит, мы этим будем, это у нас будет иметь огромные последствия. Давайте мы посмотрим дальше, что у нас, значит, тогда есть. Давайте мы вспомним кое-чего. Давайте мы вспомним, что у нас было такое соответствие, которое там было, когда мы обсуждали класс Тома. Значит, у нас было такое вот соответствие, что если у нас есть А из СО от V, то есть, значит, если вы выберете актономированный базис, то это, значит, у нас кассосимметрическая матрица. Ей соответствует у нас, ну, плохо рисую, да, вот этой самой А у нас соответствует кто? То есть, значит, у нас соответствует вот такой вот элемент, да, значит, сумма и меньше жи, значит, А, Е, Ж, Т, Е, И, Т на Е, Ж, Т в лямбда 2В. Значит, ну, у нас есть такое, значит, отождествление, да, здесь важно то, что Е, Т – это актономированный базис. Значит, у нас есть такое, значит, отождествление между кассимметрическими матрицами и два формы пространства, да. Вот, а с другой стороны, как бы, смотрите, значит, давайте мы сделаем такое, значит, упражнение. Вот вопрос, как бы, а вот у нас тому же самому А из Су от В, да, ему же отвечает тогда Тау в минус первый от А, да, значит, ему отвечает какое-то, значит, раз Тау у нас изоморфизм, да, то ему, значит, отвечает, значит, какой-то элемент алгебры Клиффорда. Он, оказывается, устроен вот так вот. А здесь у нас ЦИТ и ЦЖИТ. Если помните, у нас, значит, ЦИТ и ЦЖИТ, это представители, то есть это класс ИИТово и ЕЖИТово, значит, в алгебре, в алгебре, в алгебре Клиффорда, да, ну, тогда, значит, это у нас такое первое упражнение здесь, а второе упражнение, это у нас тогда следующее, что, значит, вот у нас же, значит, вот есть вот эта штука, да, вот Ку от А, значит, здесь у нас косметическая матрица, значит, косметическая матрица, как элемент вот этого дела, ну, вот на самом деле это будет просто два ТАУ от А. Сейчас, 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 сейчас у нас... То есть, значит, вот как, вот как эта штука, значит, у нас, у нас устроена. Здесь, здесь, на самом деле, есть некоторое такое тождество еще, такое тоже, которое можно связать с тем, чего у нас было раньше, когда вот мы рассуждали про кластому, у нас там был интеграул, интеграул Березина, да, значит, а, сейчас, давайте мы такую вещь важную скажем, да. Смотрите, значит, в, значит, внешней алгебре можно считать экспоненту, просто как вот ряд, да. Давайте мы будем это дело обозначать экспоненту, а в алгебре Клиффа, да, тоже можно считать экспоненту. А ее мы будем обозначать там экспце, да, значит, вот, значит, вот, тогда-то имеет смысл вот такое упражнение для особо желающих, оно такое непростое, да, смотрите, как бы, если я беру, значит, тут мне нужно, чтобы В было ориентированное, четномерное, да, значит, что у меня тогда есть, пусть, значит, у меня А, он у меня из, значит, алгебры Клиффа, да, вот из этого самого С2, тогда, значит, есть сигма от А, который у меня живет здесь, вот, да, значит, я этим А действую на единицу, мне получится вот такая вещь, значит, тогда, значит, доказать, что, значит, что у нас, что у нас будет здесь. То есть я беру эту самую сигма от А, я беру от нее экспоненту во внешней алгебре, я беру от нее интеграл Березина, который Березинян. Что это такое будет? Оказывается, это будет 2 в степени минус размерность В на 2 квадратный корень из определителя матрицы Тауата. Почему это интересно? А потому что, что такое корень квадратный из определителя коссиметрической матрицы? Профиан. Да, поэтому, значит, это способ найти Профиан. То есть взяли матрицу, да, значит, и вот можно... Можно посчитать... Такая не очень сложная штука. Значит, еще тут у нас что-то еще такого есть интересного, опять-таки, дальше, что если у нас вот эта самая, опять-таки, вот эта штука... Давайте я возьму В и W из В. Это два таких вектора, что у них длина 1 относительно Ку, и они октагональны друг другу. Если я возьму здесь Т от В умножить на W и возьму от этого экспоненту в алгебре Клиффорда, то есть, значит, где-нибудь сумма, там, короналеды бесконечности, там, Т в степени К на К-факториал, вот этого В на W в степени К... Ну, вот на самом деле оказывается, что это косинус Т плюс синус Т умножить на В на W. То есть, как бы, некоторые экспоненты там считаются очень-очень хорошо. Вот. А дальше, как бы, пришло время дать определение, да, с которым мы будем работать дальше, да. Значит, вот у нас, значит, 2 от В лежит внутри Ц от В, да. А давайте я буду рассматривать, значит, все... Значит, рассмотрим, значит, все вот эти самые экспоненты в алгебре Клиффорда от А, где А лежит у нас здесь. Значит, вот оказывается, значит, они образуют группу, которая, значит, обозначается спиновая, значит, спинокная группа. Спиновая группа пространства В. Значит, и, значит, есть стандартное двулистное накрытие, значит, над СОВ. А здесь, по-видимому, надо потребовать, чтобы размерность В была больше единицы. Вот. То есть, вот, зачем нужны были все эти танцы с бубнами? Потому что это такой способ конструктивно строить вот такую штуку. Потому что, как бы, ну, мы знаем, что у СО, значит, если там размерность больше единицы, у нее есть двулистное накрытие какое-то там. Мы знаем там из общей науки, что это там, значит, это какая-то группа ЛИ. И, ну, вот, оказывается, ее можно конструктивно строить вот так. Что-то будут экспоненты внутри алгебры Клиффа, да, от вот таких вот штук, которые отвечают, ну, это, собственно говоря, это, как вы видели, такая, значит, подалгебра, которая отвечает, значит, СОВ. Значит, ну, там из общей науки про группу ЛИ, кто ее знает, следует, естественно, что если это накрывает это, то алгебры ЛИ у них, конечно же, должны быть одинаковые СО. Ну, вот, значит, дальше мы в следующий раз с этим и продолжим. Вот, есть ли у нас вопросы? Вопросов нет, тогда, значит, все. Большое спасибо, что были с нами. Я постараюсь на выходных записать хотя бы одну лекцию, вставную по поводу теории Ходжа, вот, и ее тоже выложить. Спасибо большое, что, как говорится, были с нами, и до свидания.